Отчеты депутатов – обязательная часть их работы. В сентябре этого года заканчивается срок полномочий депутатов Московской областной думы шестого созыва. Второй пятилетний срок представляет интересы жителей городского округа Щелково и других территориальных образований, входящих в избирательный округ, депутат Мособлдумы, председатель комитета по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин. Он в областном парламенте входит во фракцию партии «Единая Россия». Депутат отчитался о работе в региональном представительном органе власти за пять лет своей деятельности. «Инструмент решения программ по выполнению наших партийных проектов, государственных муниципальных программ, в которые они были преобразованы – это бюджет. Ежегодно мы его утверждали как основной и главный документ Московской областной думы. А уже правительство Московской области, органы местного самоуправления исполняли. И вторая наша функция была – это контроль. Контроль исполнения тех задач, которые мы ставили ежегодно». Работа областного парламента в основном состоит из выполнения программ, нацеленных на решение социально-экономических проблем и на улучшение жизни населения. Одна из важнейших – здравоохранение. Как результат ее выполнения, за пять лет в регионе выросла средняя продолжительность жизни, снизилась младенческая смертность, построено и реконструировано 180 объектов здравоохранения, в 890 учреждениях выполнен капитальный ремонт, закуплено 1300 единиц оборудования. Помимо построенного в Щелково перинатального центра, Владимир Шапкин назвал и другие важнейшие достижения в этой сфере. «В Щелкове заработал компьютерный томограф, который, кстати, в прошедшем году нам помог в условиях пандемии, новой коронавирусной инфекции, и мы не возили больных для обследования в другие учреждения, а КТ является одним из самых эффективных способов определения на ранней стадии этого серьезного заболевания. Заметные изменения произошли и в сфере образования. Благодаря тому, что в Московской области построено 137 новых детсадов, разительно сократилась очередь детей от 3 до 7 лет. Многое сделано и для устранения проблемы второй смены. За 5 лет в Московской области построено 112 новых школ, 3 в Щелково. Сейчас идет строительство еще трех школ. К сентябрю мы планируем вести в полном объеме в Жигалово в микрорайоне. Очень нужная школа в этом микрорайоне. Далее это пристройка к 11 школе, новый корпус на лицее на Шмидта. Планируем в этом году начать строительство в микрорайоне Финский. Ну а на следующий год это новый городок. Депутат также отчитался о расходовании специального фонда, выделенного для решения вопросов местной жизни, которые не входили в муниципальные программы. Всем поликлиникам, стационарам, таким направлениям, которые не входят в общую медицину, как туберкулезный диспансер, станция переливания крови и так далее. На сегодня 26 автомобилей было выделено всем медицинским учреждениям. И мы сегодня закрыли вопрос старого парка транспортных средств для медицинских учреждений. Владимир Шапкин рассказал о проведении им депутатских приемов. С различными житейскими проблемами за пять лет у него побывали более 3700 щелковцев. В подавляющем большинстве случаев удалось сразу же помочь жителям, обратившимся за помощью к депутату. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.